Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях Ксения, пианистка, куратор, блогер, создательница музыкального интернет-конкурса Piano Insta Competition. Ксения, привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Всем привет! Привет, Аня! Большое спасибо за приглашение! Сегодня мы с Ксенией поговорим о музыкальных конкурсах. Зачем вообще в них участвовать? Обсудим распространенные стереотипы, такие как «я недостаточно хорош для конкурсов» или «то, что все куплено». И начнем мы с главного, собственно, вопроса. Зачем вообще участвовать в конкурсах? Я часто слышу, что музыканты вообще пренебрегают конкурсами, закрывают для себя эту статью, потому что говорят, что нет смысла участвовать, нет смысла в этих бумажках, они ничего не дают. Что ты думаешь об этом? Я считаю, что в первую очередь человек должен решить для себя, нужно ему это или не нужно. Конечно, есть крупные конкурсы, которые можно рассматривать как способ для продвижения себя в такой мировой карьере. Это конкурс Чайковского, конкурс Королевы Елизаветы. Также как способ, допустим, заработать хорошие деньги, естественно. Сделать такую концертную большую какую-то... развить концертную деятельность, скажем так. Вот. Если брать более какие-то локальные конкурсы, то в первую очередь я считаю, что это нужно для того, чтобы человек продолжал расти профессионально, да, самосовершенствоваться, двигаться, да, по направлению к каким-то своим собственным поставленным целям. Вот. Потому что конкурс — это такое мероприятие, которое заставляет музыканта взять себя в руки, выучить программу, заниматься. То есть он понимает, что его будут оценивать, понимает, что ему будут ставить какие-то баллы, да, то есть это способ вот именно профессионально вырасти. Ну, не только профессионально, но и личностно, конечно. Лауреат международных конкурсов всегда была очень важной метрикой для музыкантов. Мы всегда видим во всяких афишах, программах лауреат международных конкурсов. Но сейчас этих конкурсов стало настолько много, и в том числе международных, и по твоему мнению, вот не обесценился ли вообще вот этот вот титул лауреатства? Вот. Если между нами, вот, то есть у меня такое ощущение, потому что конкурсов очень много, и сейчас появляются вот очень распространенные конкурсы, где... Ну, ты действительно там участвуешь просто ради лауреатства, тебе его дадут в любом случае. Вот. У нас же не пишется на афишах, что лауреат — это первая степень или там премия, да, просто лауреат международного конкурса. Это может быть там человек, который уделал третью премию, например, да. Очень много конкурсов, в которых непонятно кто в жюри, непонятно как оценивается, непонятно... Ничего не понятно, при этом человек получает диплом, да, и вот он уже лауреат международного конкурса. Конечно, я очень скептически к этому отношусь. Ну, видишь, получается, это одна из мотиваций, да, участвовать в конкурсе. Как ты верно сказала, основной мотивацией должно стать саморазвитие, да, то есть то, что ты принимаешь какой-то челлендж, и ты занимаешься, работаешь как-то усиленно для того, чтобы выступить на конкурсе. Но получается, есть как бы какая-то и обратная сторона, и другая мотивация для каких-то людей. Тот факт, что после участия в этом конкурсе, даже, может быть, и не так важно, как они там сыграли, именно получить вот этот вот титул лауреатства и иметь возможность при случае, там, не знаю, в резюме или как на концерте написать лауреат международных конкурсов. Это, конечно, такое, мне кажется, то, почему к конкурсам есть некоторое скептическое отношение, и даже в среде академических музыкантов, мне кажется. Есть такое, и, конечно же, ну, то есть, смотря кто будет смотреть вот это вот резюме, например, в список большой лауреатства, да, вот, и кто-то подумает, вау, классно, то есть для простых слушателей, которые приходят в концертный зал, для них как-то очень ценно то, что сейчас перед ними выступит лауреат международных конкурсов. Да, это вот мы, музыканты, между собой стали очень скептически к этому относиться, что, а, да, тут... А какой конкурс, да? А где он проходил? А как называется? А кто в жюри сидел? А кто сидел в жюри, да, кто в жюри сидел, то есть, да, а кто оценивал вас? То есть, с одной стороны, как бы, если оценивали какие-то неизвестные музыканты, тогда, ну, 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 взяли первую премию, хорошо. А если оценивали какие-нибудь, там, ммм? Ну, то есть, много факторов, да, на которые надо смотреть, вот. Но самое главное, всё-таки, я считаю, что нужно для себя, в первую очередь, решать, для чего участвовать в конкурсе. Не обязан каждый музыкант участвовать в конкурсах, да, то есть, вот мне сейчас, вот я в своём возрасте вдруг участвую в конкурсах. Вот, меня спрашивают, а зачем? Ну, говорю, ну, мне это нужно, мне это подстёгивает, меня это мотивирует. Я знаю из твоей биографии, что как раз-таки в музыкальном училище, которое мы обе закончили, Римкор, ты не участвовала в музыкальных конкурсах, потому что твой педагог тебе, ну, никак на это не намекал. Но вот в консерватории, уже в более взрослом, осознанном возрасте, ты начала участвовать в конкурсах, и вполне удачно. Вот, что делать, если твой педагог тебя никуда вот не проталкивает, а ты как-то сам боишься об этом думать, потому что тебе кажется, что, ну, если не предлагают, значит, недостаточно хорош. Ну, во-первых, я думаю, что не надо бояться говорить об этом со своим педагогом. То есть, вот я сейчас, так вот, смотрю на, там, прошлое, и думаю о том, что если бы я пришла, наверное, к, там, Марии Ильиничне, и сказала бы, что вот, там, есть такой-то конкурс, я хочу себя попробовать. То есть, я же не в том плане, что я пойду, я его выиграю. То есть, я хочу попробовать, да? Вот. Мне кажется, что она могла бы сказать, да, конечно, иди пробуй. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, если, может быть, ситуации, когда, если ученик сам не проявляет инициативу, педагог думает, что ему это не нужно. Всё-таки, когда студенту, там, 15-16-17 лет, в таком возрасте уже, мне кажется, зарождаются вот эти вот какие-то желания, интересы участвовать в конкурсах, да, как-то проявлять себя. Мне кажется, что если есть потребность у студента, да, там, неважно, колледжа или консерватории, пойти и поучаствовать в конкурсе, то поговорите об этом со своим педагогом. Вот. Мне кажется, что если педагог отзывчивый, который действует в интересах своего студента, он скажет, да, давай, может быть, вместе подберут какой-то конкурс, да, то есть не обязательно сразу, там, кидаться в какой-нибудь конкурс, не знаю, там, где сидят, где сидит вся профессора консерватории, там, петербургской, московской и так далее, вот, а найти какой-нибудь конкурс поскромнее, начать с него и уже двигаться как-то дальше. А как, как вообще искать? Существует ли какой-то каталог? Как и везде, в любой деятельности, когда вы что-то ищете, да, Google в помощь, да, я в свое время искала конкурсы так, что я, там, вбиваю в поисковик фортепианный конкурс, там, 2018, вот, и мне просто вываливаются ссылки, да, на главные сайты, где какой-то конкурс, можно посмотреть, можно на английском языке, там, найти себе конкурс где-нибудь в Европе, там, в Америке, вот, но вообще, в принципе, есть, я пользуюсь двумя такими, ну, ресурсами, в общем, ВКонтакте есть хорошая группа, называется For Musicals, по-моему, там выкладываются какие-то вакансии и там очень часто выкладываются подборки конкурсов на ближайший месяц, то есть можно туда зайти, посмотреть, что, вот, допустим, в марте будут какие-то конкурсы, сейчас большинство конкурсов проходит онлайн, вот, что достаточно, так, мне кажется, открывает возможности для многих, да, там, если вы живете, допустим, в каком-нибудь, там, маленьком городке, да, и у вас нет возможности поехать в Москву или в Петербург, поучаствовать в конкурсе, вы можете сделать видеозапись, отправить ее на какой-то конкурс, который, в принципе, проходит в Петербурге, например, да, вот, поэтому в этом плане, мне кажется, пандемия немножко так открыла новые возможности для музыкантов, вот, и еще есть сайт Ассоциации музыкальных конкурсов российских, вот, и там очень большая подборка конкурсов, вот, все ссылки мы оставим в описании под видео, поэтому, если вам будет интересно, обязательно посмотрите, пройдите по ссылке. Как мы уже сказали, конкурсов сейчас огромное количество, и как вообще сориентироваться в этом многообразии, особенно, вот, если ты только начинаешь участвовать в конкурсах, еще не знаешь, где, как там, где какой жюри, где какая конкуренция, где какой уровень? Конечно, сейчас, да, там, с высотой своего опыта я бы сказала, что слушайте свой внутренний голос, да, там, открывайте положение, там, да, читайте про конкурс, кто учредители, да, какой город, есть ли поддержка, не знаю, Министерство культуры или какая-нибудь, там, не знаю, комитет по молодежной политике, все что угодно, да, кто поддерживает этот конкурс. Обязательно посмотреть вообще, ну, какая программа, я знаю, что есть музыканты, которые выбирают конкурсы по программам, то есть, если конкурс в ближайшее время состоится, то, чтобы не было такого, что у вас ничего не готово к этой, да, программе, там, надо срочно выучить и баха, и целиком сонату, еще и концерт какой-нибудь, да, и, понятное дело, что немного, да, конфликтуются сроки и возможности, вот, поэтому выбрать по программе, изучить, кто в жюри сидит, опять же, да, как я уже упоминала ранее, да, посмотреть, кто будет оценивать, да, насколько интересны, допустим, вам люди, которые сидят в жюри. Бывает такое, что вы не знаете, но, о, это кто-то интересный, я бы даже с этим человеком познакомился, например, да, все равно на конкурсах, не на всех, конечно, но есть возможность какие-то новые связи, новые контакты, да, обрести, вот, пообщаться, может быть, с кем-то из членов жюри. Для ребят уже, которые взрослые, да, смотрите на, как оформлена страничка, да, как все, как текст написан, то есть, насколько понятно положение прописано, да, то есть, это же тоже, любой конкурс, это еще и подготовка к нему, вот, как подготовили материал для подачи для потенциального конкурсанта, вот это тоже важно, да, насколько все понятно, да, вот вызывает ли доверие, вот самое главное. Да, мне кажется, основная мысль, которую я, вообще-то, в последних как раз видео очень часто повторяю, это, что нужно как можно раньше становиться самостоятельными музыкантами, самостоятельными исполнителями. Скорее всего, ваш педагог по специальности, ему много лет, и он, скорее всего, не так сильно прошарен во всяких интернет-сайтах, там, ВКонтакте, где что искать. Не особо, может быть, как раз-таки по дизайну сайта может понять, насколько хороший сайт, хороший конкурс. Вот, в этом плане, мне кажется, так как век интернета можно найти все самостоятельно, а именно вот молодым музыкантам, которые сейчас в училище учатся, на первых курсах консерватории, как только приходит мысль, ищите, ищите сами, находите какие-то конкурсы, потому что, скорее всего, педагог в консерватории, в училище, вот, он идет по какому-то своему маршруту, он знает какое-то количество конкурсов, которые там существуют, может быть, 30 лет, вот, а появляются все новые и новые какие-то возможности, действительно, есть конкурсы с первым туром, вот, по онлайн-прослушиванию, потом можно куда-то поехать, выступить в каком-то интересном зале, там, в том числе в Европе, в Америке, ну, нормальных, нормальной ситуации. Ищите сами, не бойтесь искать, это касается и конкурсов, и молодежных оркестра, и даже, собственно говоря, поступления в Европу, потому что, вот, ну, тот факт, что я, допустим, учусь в Бельгии, это просто то, что я сама нашла, да, что можно так сделать, и вот так сделала, у меня все сложилось, вот, и точно так же я призываю, в общем-то, каждого, кто интересуется каким-то расширением своих границ, выходом из зоны вот этого музыкальной школы, музыкального училища, учебного заведения, искать самостоятельно способы выступать на конкурсах, на концертах, куда-то поехать, с кем-то познакомиться. Это очень важная часть для именно какого-то самоощущения, ощущение того, что ты сам так же можешь себя куда-то продвинуть, протолкнуть. Полностью поддерживаю. Да, я слушаю Аню и думаю о том, что, да, инициативу проявлять нужно, да, если вы хотите чего-то достигнуть, не плыть по течению, не сидеть просто, да, и ждать, когда к вам придет ваш педагог по специальности, возьмет шкирку и скажет, типа, давай, ну вот, а делать как-то самим, да, двигаться в этом направлении. Ну и опять же, есть ребята, которые ведут блоги, пишут у себя иногда, оставляют какие-то полезные ссылки, комментарии. Вот я, например, иногда у себя в телеграм-канале публикую какие-то там ссылочки, что вот будет такой интересный конкурс, пожалуйста, поучаствуйте, вот если вам интересно. Поэтому читайте, смотрите, ищите. Да, и всегда отмечайте для себя, вот, где участвуют ваши коллеги, ваши сверстники, куда они ездят, что они делают, не бойтесь спросить, не бойтесь поинтересоваться, там, какие условия или что, потому что, ну, вот это сарафанное радио, оно точно дальше работает, особенно в музыкальной среде. Да, и не думайте о том, что там люди как-то, ну, опять же, я вот говорила про конкуренцию, о том, что люди злые, и они как-то остаются внутри своего мирка, да, и они не хотят ничем делиться с окружающими. На самом деле это не так, вот, и обязательно, если вы видели, что кто-то из ваших друзей где-то поучаствовал, спросите его мнение, а как ему понравилось, нет, и самое главное, посоветовал бы он или она поучаствовать в этом конкурсе или в этом мероприятии. Я, например, с радостью всегда делюсь своим опытом и рассказываю, что да, здесь классно. А иногда, честно говорю, что да, там мне классно, не надо. Давай поговорим теперь с тобой о очень-очень-очень распространенном стереотипе о том, что на конкурсах все куплено, что педагоги дают места своим, что члены жюри тоже все уже, в общем, подкуплены и уже все места распределены задолго до начала конкурса. Вот как, по крайней мере, на этапе подготовки избавиться от такого предубеждения? Ну, может быть, я сейчас не очень правильную вещь скажу, но надо в себе завести вот эту кнопочку, которую ты нажимаешь, и у тебя включается стремление доказать всем, что ты лучше всех. Вот. Что несмотря на то, что там все куплено и все места распределены, вот я пойду и я вот... Вот. Вот. Ну и, соответственно, быть готовым к тому, что если тебе не дадут премию, значит, значит, вот. Ну вот опять же, мы о каких конкурсах говорим, да? То есть, например, когда начинается конкурс Чайковского, мы видим определенные фамилии, и мы думаем о том, что, блин, ну, очевидно, да? То есть тут даже как бы интриги никакой не будет. Ну вот, и на каких-то мелких конкурсах то же самое. И кто-то думает о том, что вот этот студент там учится у этого педагога, который, да, сидит в жюри, вот. Но вообще-то официально в конкурсах член жюри не имеет права судить своего студента, ну вот. И я считаю, что это очень, ну, это очень грамотно, вот. Потому что, ну, тут же как бы конфликт интересов. Конфликт интересов быть, в принципе, не должно на конкурсах. У меня такое было. У меня такое было, я участвовала в конкурсе, в жюри сидел мой профессор, вот. Но мы с ней разговаривали, она сказала, что у них все четко по правилам, у них прописано, что вот она не имеет права ставить мне балл, она даже не имеет права участвовать в обсуждении. А так как я знаю, что она правила соблюдает прям очень-очень-очень-очень, вот, я верю в то, что она вполне могла выйти вообще из кабинета, когда они обсуждали меня, вот, поэтому. Мне кажется, еще существует, кроме вот очевидных таких вот моментов, что там педагог сидит в жюри, я думаю, что существует еще такая вещь, как какое-то кумовство, там, лояльность, кто-то с кем-то дружит. Если члены комиссии, особенно в старых каких-то конкурсах, да, которые прям вот очень давно уже проводятся, ну, в том числе в Петербурге, я думаю, что таких вот много. Говоря о том, что нужно искать, в том числе, какие-то новые конкурсы, которые появляются, где какими-то свежими глазами какие-то свежие другие люди будут вас оценивать как какой-то другой, с новой стороны. Вот. Я думаю, что, конечно, да, существует эта тема, и какая-то нечестность, необъективность. Активность бывает, все бывает, но, наверное, это не должно нас останавливать, потому что, как мы уже сказали, основная цель — это не только корочка, диплом, лауреатство, но и процесс подготовки, то есть то, что ты получишь еще и хорошо сделанную программу на высоком уровне, с которой ты потом можешь выступать, с которой ты можешь поехать на другой конкурс, и в том числе как-то, в общем, распоряжаться уже по-другому в будущем. Да, хотела просто добавить, что все равно это еще и личностно очень хорошая закалка, да, то есть, ну, умение принять проигрыш, поражение, умение, наоборот, принять выигрыш, да, вот этот вот весь процесс, если это очный конкурс, да, то как бы вот это вот, когда ты сталкиваешься со своими конкурентами в коридоре, как вы общаетесь, как вообще все это происходит, все равно ты попадаешь в эту, да, в эту ситуацию, она не стандартная абсолютно, это непривычная для человека ситуация, вот, и в любом случае то, как ты на это все реагируешь, это все делает тебя сильнее, 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 да, то есть, а все равно вот в музыкальном мире, как ни крути, ну, нужно, чтобы был характер достаточно такой закаленный, да, чтобы как-то так двигаться к своим целям. Ну да, все равно жизнь в будущем также будет состоять из конкурсов немножко другого рода, да, конкурсы в оркестр для оркестровых музыкантов, ну, вот, собеседование, приеме на работу. Скажи, пожалуйста, вот мы все-таки говорим, да, не о спорте, а о музыке, о высоком искусстве. Насколько вообще это корректно, сравнивать артистов, музыкантов друг с другом? Конечно, мы думаем о том, что сравнивать, да, двух музыкантов между собой, это как-то странно, да, то есть, это же музыка, да, как можно, это же очень субъективно, да, на самом деле, вот, но все равно на любом конкурсе есть какой-то ряд критерий оценивания, да, то есть, каких-то пунктов, по которым оценивается, там, конкурсант. Базовые какие-то вещи есть, а потом сверху накладывается уже какая-то субъективная, понравилась, не понравилась, грубо говоря, вот, но к базовым вещам относятся, там, как, там, работа с текстом, да, насколько конкурсант справился с текстом, да, вот у меня, например, если много не тех нот, не просто, там, смазал, не попал, там, скачок, пассаж не получился, а именно откровенно ноты не те, то есть, бывает такое, ну, не заметил где-то там еще что-то, но вот, это, конечно, большой минус, то есть, за это баллы, ну, снимаются, конечно, ну, вот, конечно, если, там, человек не справляется технически, да, если у него много технической лажи, то за это тоже снимаются баллы, ну, естественно, есть какие-то срывы, да, там, вдруг забыл текст, за это тоже снимаются баллы, да, вот, за, не знаю, там, отсутствие музыкальности бывает такое, что человек не очень музыкально играет, за это тоже, конечно, да, да, то есть, какие-то такие моменты, там, более сложные, там, из серии форма не сложилась, да, там, он играет сонату, например, да, за это тоже могут снять баллы, там, не знаю, плохая педаль, рояль плохо звучит, все что угодно, да, то есть, из этого складывается общее впечатление, и сверху этого еще накладывается, что, да, он классно играл, мне он понравился. И бывает такое, что ты играешь, ну, у меня такое тоже было, и я тоже, когда оценивала или слушала кого-то другого, человек играет, есть какая-то лажа, мелкая, но лажа, да, там, техническая, вот, а при этом все равно дает высокую премию, да, ставит высокий балл, просто потому что в целом впечатление классное, да, ну, вот, великие тоже играют, бывает, лажают, играют грязно, вот, и ничего страшного, вот, поэтому, просто, нужно всегда, когда идешь на конкурс, еще представлять о том, какое будет впечатление в целом о тебе, как ты играешь, это вот тоже очень важно, ну, и тут начинается просто понятно, что на конкурсах ставят баллы, не то, что вот этот хорошо играет, этому мы даем первую премию, а этот играет тоже хорошо, но похуже, ему дадим вторую, они ставят баллы, и потом они эти баллы сравнивают, по баллу кто-то выходит на первое место, кто-то выходит на второе место, то есть, это же так делается. Да, это вот как раз к моему следующему вопросу, я вот никогда не понимала, честно говоря, до сих пор не понимаю, как так получается, что на некоторых конкурсах первое место не присуждается вообще, то есть, говорят, первое место мы не присудили, второе разделили три человека, третье, там, два, например, то есть, как это считается? Почему? Ну, да, я так тоже не понимала, потому что у меня был случай, я участвовала в конкурсе по видеозаписям именно концертмейстерском, и именно в тот год, когда я участвовала, они не публиковали баллы, вот, и так получилось, что мне дали вторую премию, а первую не присудили. Просто есть, ну, допустим, 100-бальная шкала, и они ставят баллы, да, по 100-бальной системе, вот, и, допустим, у них договоренность, что от 95 до 100, это первая премия, а когда они ставили баллы, получилось так, что выше, там, 94-х и 9-ти, например, никто не поднялся, да, просто по баллам, вот, и поэтому первое не присуждается. У нас тоже, вот, на нашем конкурсе в каких-то номинациях, категориях не было первой премии, но, при этом мы понимаем, что, как бы, человек играет хорошо, но у нас с самого начала правила такие были, что мы ставим баллы, и по баллам человек выходит на какое-то место, ну, вот, и по баллам получается так, что человек просто, ну, не добирает, там, один балл, например, для того, чтобы стать первым, да, в своей, там, номинации, категории, вот. Нет, я считаю, что это вообще нелогично. Мне кажется, что, вот, есть человек, который играет лучше всех, вот, ему, да, и должны дать первое место, ну, объективно, в смысле, это же так формально. Да, он играет лучше всех, но при этом он немножко не дотягивает до того, чтобы ему жюри, которое оценивает, поставила, там, 98, например, а не 94, да, то есть, ну, вот это вот, да, это момент очень неприятный, я с ним столкнулась сама, вот, с обеих сторон была, и, честно говоря, я сама не очень могу с ним разобраться, вот, для себя. То есть, понятно, что если человек по сравнению с остальными играет лучше, да, то он первый, но получается, что по цифрам он второй. Но можно понимать, что когда ты получаешь вторую премию при неприсужденной первой, в принципе, считается, что ты победитель, да, вот. Ну, просто чуть-чуть не дотянул. Просто есть конкурсы, где прям к премиям привязаны, там, не знаю, денежные призы, например, тогда, понятно, обидно, что если первая премия, это, там, не знаю, тысяча евро, вторая премия, это, допустим, шесть, шестьсот евро, да, ну, вот, понятное дело, что обидно, что ты вместо тысячи евро получаешь шестьсот, вот. А если там призов каких-то таких конкретных по местам нет, то, да. Да. Но с другой стороны, наверное, это еще создано для того, чтобы не опускать общую планку конкурса, да, потому что если, например, в один год приехали очень сильные ребята и первое место было такое, то в следующем году, если приехало меньше людей или они в целом, ну, вот уровень, может, чуть-чуть пониже, получается, лауреат первой степени того года не равен предыдущего, и получается, что такой дисбаланс, да. Наверное, это тоже для этого создано, сейчас я подумала. И вот говоря также о дипломантах и лауреатах, точно такая же, да, получается, градация, то есть есть определенное количество баллов на диплом, нет, на лауреата и на дипломанта. Дипломанты-лауреаты, получается, что когда ты лауреат, человек знает, что ты там в топе, грубо говоря, да, и ты победитель, лауреат, все очень классно-классно, вот. А когда ты получаешь диплом конкурса, да, с одной стороны тоже это звание, да, то есть в любом случае это означает, что ты был на высоте, вот. А с другой стороны люди, которые получают дипломы, они думают о том, что вот, я немножко не дочинул, да, вот что-то такое. В этом плане, конечно, вот конкурс Чайковского, они молодцы, что у них получается, что сколько там, шесть мест, вот, все лауреаты. Ксения, я знаю, что ты работаешь очень много, в том числе, как концертмейстер, и я хотела бы поговорить немножко вообще о роли концертмейстера при конкурсных прослушиваниях. Насколько важно иметь надежного пианиста за тобой, и как это вообще, какой у тебя опыт? Расскажи вот об изнанке этого всего. Я думаю, что важно иметь своего пианиста, потому что это та опора, тот фундамент, на который ты, неважно, вокалист, скрипач, кто угодно может опереться, вот. И знать, что что бы ни случилось, все будет хорошо. В том плане, что, скорее всего, у вас уже сыграны дуэты, да, то есть пианист знает тебя, да, как ты себя ведешь в стрессовой ситуации, например. Да, вдруг темп возьмешь не тот, и он пойдет за тобой. Или наоборот, будет тебя сдерживать, если вдруг почувствует, что там конкурсант вдруг летит куда-то. Вот, и это, ну, я, то есть я понимаю людей, которые действительно, они даже приезжают в другой город со своим концертмейстером, да, то есть это просто стопроцентная уверенность, что все будет хорошо, повезет. А вот я как раз хотела спросить, вот я исполнитель, я приезжаю в другой город, у меня есть 15 минут, чтобы репетировать с концертмейстером перед выступлением, вот, что мне нужно ему сообщить, вот, что нужно сделать, чтобы все прошло хорошо. Вот, не, ну, главная вещь, которая интересует концертмейстера, это темп, в котором играется произведение, какие-то принципиально важные замедления, да, оттяжки, паузы вдруг, там, какое-то. У вокалистов дыхание, если вдруг вокалист берет дыхание в том месте, в котором обычно не берут, то хотелось бы об этом знать. Ну, вот. Ну, я, например, настолько с вокалистами привыкла уже, что я, в принципе, чувствую, да, когда они берут дыхание, если вдруг не в том месте, где я бываю. Но если, допустим, это какое-то не супер хористоматийное произведение, репертуарное, то тут могут быть уже какие-то небольшие сложности. А если брать, допустим, инструменталистов, действительно, то, да, это общий темп, там, концерт Моцарта играется. Представь себе, тебе концертмейстер даст вроде тот темп, но при этом в нем будет дико некомфортно играть. Это же ужасно. Да, то есть обязательно это надо начать, да, то есть чтобы концертмейстер сыграл кусочек, там, проигрыша, и потом, чтобы мы вместе начали. Ну, вот, темпы по форме какие-то, места, если это концерт, выход из каденции какой будет, обязательно надо, если вы не успеваете целиком сейчас играть. Желательно как-то по-человечески совпасть. В общем, я это называю синхронизироваться. Это у меня сейчас ассоциация такая, по-моему, в Аватарии, это было, когда они уложились в эти штуки, и там такое-всё такое вот. И это вот синхронизация происходит, вот этот вот connection, вот, и после этого уже можно точно так успокоиться и идти. Но на самом деле, я вот сколько играла на конкурсах, я понимаю, что концертмейстер, ещё помимо всего прочего, это же и психолог для конкурсанта, потому что конкурсанты, вот, особенно вокалисты, они иногда перед выходом на сцену, на конкурс, начинают дико нервничать, психовать там просто вообще. Вот. И если ещё и концертмейстер будет нервничать, то это просто будет такая бомба замедленного действия. Ну вот. Поэтому концертмейстеру, конечно, да, пианисту нужно уметь сохранять спокойствие. И не просто сохранять спокойствие, но и уметь как-то успокоить своего певца, или, да, если вдруг это, там, скрипач, чтобы как-то он выходил на сцену, всё-таки не вот таким вот, типа, о, кошмаром, вот, а чтобы он как-то спокойно тогда, там, подышать, там, поговорить, успокоиться, вот, и после этого уже уходить на сцену. Вот. Оставляйте комментарии, хотите ли вы новое видео «10 глупых вопросов концертмейстера» на канале? Главное, переходим к интернет-конкурсам. Скажи, пожалуйста, как записать хорошее видео для первого тура, или, в принципе, для интернет-конкурса по видео? Есть ли какие-то критерии, есть ли какие-то советы от тебя, как вот создательницы интернет-конкурса? В первую очередь, и я в конце, наверное, об этом ещё раз скажу, когда делаете запись, помните о том, что вас будут смотреть, а не только слушать. Да, то есть, видеозапись, это всё-таки видеозапись. Вроде, кажется, такие банальные вещи, говорю, вот, но просто действительно, представьте себе, что вот вы сидите, допустим, дома у вас там, перед вами телевизор, или там, монитор компьютера, и вы включаете видео, там, кто-то играет Шопена, вот. И тут вы понимаете, что тот, кто играет Шопена, сидит в окружении, я не знаю, кастрюль каких-то, обшарпанных каких-то стен, пианино не настроено, человек сидит, не знаю, девочка какая-нибудь в какой-нибудь такой растянутой футболке, под футболкой ничего нет, и вот вы смотрите, она играет, не знаю, четвёртую балладу Шопена, и вот, мне кажется, такое будет не очень приятно. Ну и, собственно, на конкурс такие записи отправлять не надо. То есть это, наверное, самое вот главное, что такое, скажем так, пункт ноль, да, перед самым, перед основным, да, списком того, что нужно. Это просто вот уважение к тому, кто будет вас слушать, да, то есть, естественно, не нужно наряжаться, глупо, когда записывается видео к конкурсу, например, в шикарном каком-то вечернем платье. Да, это тоже, ну, немного странно, потому что всегда понятно, это обстановка концертная или это видео специально сделанное для конкурса. Конечно, если есть возможность, то нужно найти зал, да, в котором есть хороший инструмент, в котором есть хорошая акустика, вот, договориться с залом, что там вам дают какое-то время, там, не знаю, пару часов или сколько вам нужно. Обязательно нужно понимать, сколько вам потребуется времени для того, чтобы сделать видео, потому что я вот летом, например, поступала в очистительную стажировку в консерватории, мне нужно было записать программу по специальности по фортепиано. Я думала, я ее оправлю достаточно быстренько, вот, но я потратила, в итоге, я записывала три дня, по два, по три часа каждый, то есть, вот сколько часов я потратила на то, чтобы сделать программу, программа у меня была на полчаса. Если вы знаете свои способности, как вы реагируете на камеру, в такой ситуации, как вы будете работать, то тоже понимать, сколько нужно времени. Вот. Ну, и опять же, аппаратура, вот, там, не знаю, на iPhone, в принципе, записывается видеозапись, да, звук тоже нормальный. Вот, не обязательно делать какую-то студийную запись, вызывать там оператора, с микрофоном, вот это все. Вот, можно просто поставить телефон, если на телефон нормальный звук пишется, да, и картинка, то этого более чем достаточно. ракурсы обычно требуются такие, чтобы было понятно, ну, желательно, чтобы было видно лицо и руки, да, то есть, если мы говорим про фортепианы конкурсы, вот, я думаю, что для скрипачей то же самое, да, нужно, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы комиссия идентифицировала, что это, вот, это тот самый человек, и да, действительно, он играет. вот, никакого, конечно, сведения звука картинки быть не должно, это должна быть абсолютно лайв такая запись, вот, в принципе, с ракурсами можно как-то поиграть, если какой-нибудь немножко сверху взять, да, то есть лицо все равно должно быть видно, но при этом как-то немножечко сверху, как-то под углом, то есть поиграть с ракурсами тоже можно. А, ну, да, обязательно, конечно, посмотреть акустику, место, где вы пишете, да, и найти точку, откуда записывать. Кстати говоря, на канале у нас есть видео со звукорежиссером, где мы обсуждаем, как правильно записывать звук в домашних условиях. Да, я хотела еще добавить, что когда выбираете ракурс, как записать ваше выступление, вспомните или пересмотрите записи ваших любимых исполнителей и обратите внимание, вот, как именно стоит камера, например, в какой у него там третий расположен исполнитель, под каким углом. Зачастую намного проще взять что-то, что уже сделано и придумано кем-то другим, может быть, профессионалами, которые выстроили кадр и просто повторить его для того, чтобы сосредоточиться на чем-то другом, например, на своей игре. А, ну и, конечно, очень тоже такой совет от бывалого. Если будет все-таки возможность, возьмите с собой человека, ну, обязательно человека, которому вы доверяете, в компании которого вы можете абсолютно комфортно раскрыться, не будете там стесняться, о чем-то думать и так далее, чтобы он проверял, что телефон не отключится во время записи. Или что у вас не кончится память на вашем телефоне. Поставьте авиарежим, вы будете записывать. Авиарежим. Проверить обязательно, конечно, количество памяти на устройстве. То есть, вроде, это кажутся какие-то абсолютно очевидные вещи, но при этом про это нужно помнить. Но, как я уже сказала в самом начале вот этого вот блока, назовем это так, помните о том, что вас будут смотреть. Да, то есть, доставьте удовольствие не только своей игрой, но все-таки картинкой, которая будет. Это очень важно. Я, как человек, который отсмотрел летом 75 видеозаписей конкурсных, очень прошу, думайте о том, что вас будут слушать и смотреть. Piano Insta Competition. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила создать свой конкурс? Чем он отличается от других? Ну, все началось во время нашей самоизоляции весной, когда мы все остались, грубо говоря, без нашего любимого дела. Вот. Не было, естественно, все конкурсы были отменены, очные, все выступления, все концертные залы закрылись, все выступления отменились, все поездки, гастроли отменились, очная работа отменилась, все отменилось, сиди дома в четырех стенах и ничего не делай. Вот. В принципе. Казалось бы, что может быть лучше? Ты можешь все это время посвятить себе и своему инструменту. Да? То есть, сиди, занимайся, учи программу, участвуй в конкурсе Чаковского следующего. Вот. Но, как оказалось, все так не работает. Вот. Я веду блог в Инстаграме и случился какой-то бум просто. Люди, естественно, от нечего делать, стали лезть на стены, кто-то просто жаловался, что нет никакой мотивации, они не хотят заниматься, они не видят смысла, потому что понятно, что это все затянется, это пандемия, закрытые концертные залы и некуда пойти и негде играть. То есть, это, в принципе, было очевидно, что это надолго, это не на две недели и не на месяц. А другие начали писать в большом количестве какие-то видео, выкладывать в Инстаграм, ввести Ютуб-каналы и вот это вот все. Вот. Я подумала, почему бы это все не вывести в какое-то более такое полезное, скажем так, русло, да, то есть, как-то собрать всех этих людей, которым нечем заняться, дать какую-то мотивацию, дать какой-то толчок, чтобы они начали что-то делать, то есть, заниматься на своем инструменте, может быть, учить программу или вспомнить что-то старое, вот. То есть, создать конкурс, где они могут себя показать, вот. Но, чтобы не придумывать ничего такого прям сверхъестественного, я решила, что этот конкурс будет хорошо смотреться именно в рамках Инстаграма, потому что Инстаграм это такая социальная сеть, которая действительно позволяет людям со всего мира знакомиться друг с другом, да, то есть, создавать какое-то сообщество. самое главное, что у меня была такая цель создать такое устойчивое сообщество музыкальное, в котором будут люди из разных городов или, может быть, даже из разных стран, вот. Они найдут новых знакомых для себя, новых друзей, будут друг друга поддерживать, и что самое главное, там профессионалы вместе с любителями. Да, то есть, нет деления на то, что если ты, у тебя нет профессионального образования, то ты не с нами. Нет, у нас профессионалы, любители, они все между собой перезнакомились, начали дружить, общаться и вообще. Но, если будем честными, то, конечно, я вдохновилась идеей той же девушки, певицы, она ведет блог про вокал, она педагог, певица сама, ее зовут Катя Лавренюк, вот, она ведет блог в Инстаграме, она устраивала весной карантинный конкурс, так называемый, вот, то есть, это конкурс тоже по видеозаписи, именно для вокалистов, вот, меня это очень вдохновило, я подумала, что, блин, классно, хочу примерно что-то то же самое провести, вот, но, у меня всегда была идея, что я мечтаю провести конкурс какой-нибудь, вот, просто я думала о том, что, кто я такая, чтобы создавать какой-то конкурс, ну, а тут, в принципе, в социальной сети почему нет, такая получилась творческая, как бы это называют, творческая движуха. Мне понравилось, если, например, нет вступительного взноса. Тем не менее, есть какие-то призы, есть возможность поиграть на концерте, да, вы проводите фотосессию, и, что вообще самое для меня главное и самое приятное, что после окончания конкурса, по результатам конкурса есть возможность получить полный фидбэк от каждого члена жюри. Я считаю, что это прям замечательная идея, и расскажи вообще, как участники обращались к жюри за комментариями. Наверное, одна из главных отличительных черт, как ты уже сказала, нашего конкурса, это прозрачность, то есть за счет того, что мы все время остаемся на связи, как-то стараемся вести сториз, то есть я старалась вести сториз, как-то публиковать какие-то посты, плюс еще я просила, то есть одно из условий для членов жюри было, чтобы они тоже вели какие-то сториз, выкладывали, там, отмечали аккаунт конкурса, мы переделали посты к себе, то есть какая-то вот постоянная поддержка связи между, да, именно конкурсом и конкурсантами, то есть это не так, что они отправляют заявку, и все, и ждите, да, то есть ты там сидишь, да не в календарике зачеркиваешь, как даже, когда же, нет, за все вот это время мы как-то стараемся выходить на связь, вот, и вот, например, у нас будет конкурс следующий, вот, и во время этого конкурса все-таки, я думаю, что мы будем проводить какие-то прямые эфиры, какие-то трансляции, да, чтобы было как-то еще более насыщенно, какая-то может быть полезная информация для конкурсантов, да, какие-то, может быть, тематические эфиры, что-нибудь такое, вот, но, да, была возможность запросить фидбэк, да, то есть написать любому или всем, то есть можно было написать всем сразу, членам жюри и спросить, собственно, впечатление, что посоветуете, а что взять, там, не знаю, я знаю, там были люди, которые обращались к кому-то из членов жюри и спрашивали, а какую программу, может быть, вы посоветуете мне взять, там, репертуар какой-то, ну, я просто знаю, есть ребята, которые жалуются, что это невозможно сделать на других конкурсах, просто подойти в конкурсах, на ридоре к члену жюри на другом конкурсе очном, это тоже не самая такая вот, многие конкурсанты ждут, что кто-то из членов жюри сам подойдет, скажет что-нибудь. Я считаю, что это прекрасно, что вы это делаете, и мне кажется, в тот момент, когда на каждом конкурсе будет возможность запросить фидбэк после конкурса, в этот момент исчезнут все вопросы насчет, насколько справедливо, насколько куплено, почему дипломант, а не лауреат, если бы все конкурсы так делали, если бы все было настолько прозрачно и честно, то есть, если бы была возможность всегда узнать, почему такой балл, почему ты там куда-то не прошел, что конкретно не понравилось, это бы, во-первых, ну, вызывало больше доверия конкурсам в целом, но это бы и помогало самим исполнителям, потому что это не то, что ты, ну, не прошел, и ладно, нет, у тебя есть конкретные какие-то моменты, над которыми ты можешь поработать, что ты можешь еще лучше, то есть, мне кажется, это чрезвычайно важно, особенно если в жюри несколько музыкантов, у каждого какая-то своя позиция, точка зрения, да, то есть, они все смотрят немножко под разным углом, потому что все люди разные, и если ты можешь получить вот такой вот всесторонний обзор на твою игру, на каком бы уровне ты не был, это всегда очень хорошо, и я считаю, что это прекрасная идея, и здорово, что делаешь такой конкурс, кстати, когда следующий? У нас вчера была встреча с моим партнером, скажем так, вот, да, у меня есть правая рука, мой помощник, это Андрей Губин, пианист, танцмейстер, педагог, ну, концертмейстер, потому что, понятное дело, что в одиночку такой проект сложно вытащить, вот, и все равно нужен человек, который будет как-то помогать в каких-то вопросах, заниматься какими-то такими делами, у Андрей, например, у него прекрасно получается делать таблички, вот, вчера у нас с ним была, как это называется, переговоры, вот, и мы утвердили, где это? где это? барабанная дробь? да, вот, 1 марта у нас начинается прием заявок на piano инстакомпетишн 1.2 так, значит, кто может участвовать? да, участвовать в нашем конкурсе могут абсолютно все, кто умеет хоть немножко играть на инструменте, да, то есть у нас конкурс делится на, у нас есть категории, это категория детская музыкальная школа, то есть, да, если вы учитесь в музыкальной школе, вы можете участвовать в нашем конкурсе именно в этой категории, вот, есть у нас категория профессиональные пианисты, есть категория любители, Да, то есть любители... Ну, у нас в положении, в принципе, прописано это всё, да, любители — это люди без профессионального музыкального образования. Вот в профессионалах у нас люди с профессиональным музыкальным образованием, но она тоже, в принципе, делится. Профессиональные пианисты и люди, которые профессиональные музыканты на других инструментах или в другой сфере, но на фортепиано играют. То есть это УКФ, да, там, второй инструмент, что-нибудь такое. У нас были очень интересные ситуации, когда ребята, будучи любителями, то есть без профессионального музыкального образования, определяли себя в профессионалов вот этих вот, у которых рояль как второй инструмент, вот. Ну, потому что они считают, что им скучно там как-то с любителями, да, тягаться, вот. Поэтому были такие ребята, вот, и там были приятные такие открытия для нас. Ну вот, мы добавили новые номинации, вот. В предыдущем конкурсе, который мы проводили летом, это было июнь-июль 2020 года, у нас была классическая музыка, да, то есть это любой репертуар, который хотите. Второе, это у нас называется каверы, да, импровизация, но и у классика, то есть такое немножко размытое название, вот. Но туда входит именно такая поп-музыка, грубо говоря, да, то есть если ребята занимаются каверами. У нас, например, в жюри сидели блогеры, которые именно специализируются на записи кавер. Еще у нас была номинация фортепианный дуэт, а мы решили добавить две новые номинации, ну, раз такое дело. Вот, это будет камерный ансамбль, который делится как раз на ансамбль любой с участием фортепиано, да, то есть это дуэт со скрипкой, там, дуэт с вилончелью, квартеты, квинтеты, как трио, все что угодно. Вот, и фортепианный дуэт остается, конечно, в камерном ансамбле. И мы решили добавить концертмейстерское мастерство. Потому что концертмейстер, это немаловажная часть ансамбля. Да, да, вот, ну, я просто знаю, например, что для концертмейстеров, именно для концертмейстеров конкурсов мало, очень. Ну, вот, есть такое, что если вы подаетесь на конкурс, там, вокалист, то теоретически пианист может поучаствовать в конкурсе. Вот, но одно дело, когда концертмейстер участвует с вокалистом, играет ему, и это вокальный конкурс, а другое дело, когда именно номинация концертмейстерское мастерство. 1 марта начинается прием заявок, оканчивается 20 марта. Ну что же, дорогие подписчики, кто особенно далеко находится от больших городов, от различных конкурсов, у кого сейчас есть свободное время, поучаствуйте в конкурсе, это интересно. Как мы уже обсудили, вы можете получить абсолютно непредвзятый фидбэк от музыкантов из Петербурга, кто-то, я так понимаю, преподавает... Из Москвы есть. Из Москвы, да. Ну, это, по-моему, это прекрасная возможность, и, возможно, для кого-то это станет вообще началом участия хоть в каких-то конкурсах. Я хотела попросить тебя дать совет как раз таким людям, которые никогда не участвовали в конкурсе, ну, то есть пианистам, понятно, им нужно срочно поучаствовать в пиано-инстакомпетичн, но вот вообще, в целом, кто думает, но боится, не может никак решиться, есть ли какой-то совет? Совет достаточно банальный, не бойтесь. То есть, всё равно, если вы не пробуете, да, вы не узнаете ничего. А получается так, что страх, он с вами будет всегда. Да. И даже когда вы пройдёте через десяток каких-то конкурсов, вы решите, что хочу на что-нибудь более крупное, масштабное, и снова появится этот страх. Но у вас уже за плечами будет какой-то опыт. Да, не обязательно начинайте с чего-то крупного, начните с нашего конкурса. Вот. То есть, ну, у нас, мы когда получали отзывы на нашу конкурс, на этот конкурс, одна из самых таких вот, ну, вот первое, что все пишут, это атмосфера конкурса. Вот. То есть, скорее, это какое-то, может быть, более фестивальное, получается, да, за счёт того, что мы общаемся. Да, вот оргкомитет в виде, ну, то есть, за аккаунт в Инстаграме отвечаю я, поэтому, если кто-то пишет, я всегда отвечаю. Вот. Может выстроиться какой-то диалог, я могу что-то подсказать, могу поддержать. То есть, мне, на самом деле, это как-то даже всегда в радость, потому что я понимаю, что если человек задаёт какой-то вопрос, он хочет не просто получить сухой ответ, а какую-то, может быть, поддержку моральную, да, от, там, человека, который занимается, собственно, этим конкурсом. Вот. Поэтому, если вдруг вы хотите с чего-то начать, чтобы это был именно конкурс, да, то попробуйте, начните с нас. Ссылку на аккаунт конкурса Piano Insta Competition мы, конечно же, оставим в описании, и я всячески призываю тех, кто играет на фортепиано или имеет какую-то связь с фортепиано, для того, чтобы создать. Или если у вас есть камерный ансамбль, например. Да. Кстати говоря, про камерный ансамбль, это тоже очень важная тема, что если вы боитесь начать участвовать в конкурсах, очень хорошим способом станет впервые поучаствовать именно с камерным ансамблем, потому что, когда вы на сцене со своими друзьями, со своими знакомыми, с которыми вы много-много часов работали для того, чтобы что-то создать, это всегда намного проще, и я по своему опыту это знаю, потому что последние годы я участвовала исключительно в конкурсах с камерными различными ансамблями, с фортепиано-квартетом, с квинтетом, с трио, и это совершенно другая атмосфера, и это очень заряжает, и поддержка внутри коллектива тоже ощущается даже в такие стрессовые моменты, как именно на конкурсе, и у вас потом остается очень много всяких интересных, веселых воспоминаний из этих репетиций, из вообще всего, что происходило. Я всегда с теплом вспоминаю вот именно годы в училище, например, потому что мой концертмейстер замечательный, и Фаина Семеновна нас постоянно толкала на различные конкурсы, и это было прекрасно, это было интересно, сложно в каком-то аспекте, потому что, конечно, это занимает время, подготовка, собрать какую-то программу, но потом вы, особенно если все получилось удачно, у вас будет вот этот замечательный багаж, и это ощущение, что вот вы вместе создали что-то прекрасное. Да, участвуйте в онлайн-конкурсах, обязательно принимайте участие в конкурсе Piano Insta Competition 1.2, это не реклама, если что. Как ненавязчиво, участвуйте в конкурсе. И в своем телеграм-канале я обязательно сделаю подборку конкурсов, онлайн-конкурсов, в которых я могла бы порекомендовать вам участвовать, ссылку на подборку мы обязательно тоже оставим под видео, ищите, смотрите, читайте, изучайте. Ксения, ты делаешь замечательное дело вместе с Андреем. Замечательно, что вы создали этот конкурс, и мне было очень приятно с тобой подробно разобрать вообще участие в любого рода конкурсах. Я надеюсь, что вам будет полезно это видео, обязательно оставляйте свои комментарии, мысли, напишите в комментариях, в каких конкурсах вы уже поучаствовали, и какие порекомендовали бы другим. Давайте устроим какую-то дискуссию на эту тему, достаточно интересную и противоречивую, как оказалось. Аня, спасибо большое, что пригласила меня. Это была очень интересная беседа, и на самом деле, чем дальше, тем больше я углубляюсь в эту тему с конкурсами. Вот, смотрю, изучаю и общаюсь с народом, да, с ребятами, которые тоже хотят и поучаствовать, или уже имеют какой-то опыт за плечами. И, конечно, мне очень приятно понимать, что то, что я делаю, да, то, что мы с Андреем делаем, это действительно очень такое нужное и важное дело. Вот, поэтому я надеюсь, что вам было очень интересно и информативно местами наша сегодняшняя беседа. Вот, Аня, спасибо ещё раз, я была очень рада. Взаимно. Поговорить с тобой о такой важной теме. Да, я желаю, в общем, успехов вам и успехов всем, кто вступает на путь музыкальных конкурсов. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. И пока! Всё. Всем пока!